Итак, всех приветствую! Сегодня у нас опять такая сексуальная тема необычная, но ролик будет не таким уж и длинным. Сегодня мы поговорим о сексуальных девиациях. Почему вы захотите кого-то там определенного любить определенным образом? Значит, давайте же посмотрим, у нас здесь, во-первых, есть несколько девиаций, хотя это не девиация, не все из этого девиация, но, в общем-то, частичные какие-то факторы, которые влияют на вас. Мы рассмотрим здесь педофилию, гомосексуализм и стремление к сексу с неодушевленными какими-то предметами, вроде кукол. Вот такие вот дела. И это, то есть, признанные явления такие в сексуальном, это, то есть, сексуальные отклонения такие. Хотя, не знаю, вот опять же, гомосексуализм, он, или гомосексуальность, она не признана сексуальным отклонением, уже, типа, ее исключили, вроде бы. Но это, то есть, необычность такая. Ну, давайте посмотрим, что я тут вывел. Значит, если человек стремится к невинности в своем партнере, то есть, он хочет себе самую вот такого невинного, самую вот девственницу какую-то, то он становится педофилом в итоге, потому что это самый легкий способ добыть то, чего ты хочешь. Значит, есть несколько стадий педофилии, то есть, любитель девственниц. Они делятся на несколько типов. Первый педофил просто хочет попробовать девственницу. Второй педофил по психологическим причинам ищет девственниц. Если вдуматься глубже, то понимаешь, что быть первым не обязательно значит быть особенным. То есть, по психологическим причинам, это он, то есть, хочет быть там особенным каким-то. А вот если вдуматься, то на самом-то деле ты не обязательно будешь особенным у девушки, даже если ты будешь у нее первым. Потому что она тебя может запомнить плохим, или же вообще не запомнить, если ты ее пьяную выпал, и типа она девственницей была. Значит, дальше. Педофил. Это следующий этап. То есть, у нас мягкая ступень педофилии – это любитель девственниц. Ну, во-первых, потому что не так уж и легко трахать только девственниц. Во-вторых, это законом не запрещено, потому что по-любому девственность нужно терять. То есть, по-любому кто-то это сделает. Следовательно, можно было бы, скажем так, призывать к ответственности только тех людей, которые, в общем-то, ебут только девственниц. То есть, у них предпочтение именно вот трахать всегда, каждый раз новую девушку, девственницу. Но таких людей слишком мало, на них не жалуются, опять же, и вообще, то есть, есть много нюансов, почему этого не делают. Значит, дальше. Педофилы. Первое – сексуальное влечение. То есть, второе – наставническая любовь. Третье – педофилия запрещена не потому, что кому-то захотелось, а потому, что для детей секс вреден. И их легко обмануть для того, чтобы получить от них этот секс, вредный для них самих. То есть, ну, как я сказал, то есть, стремиться к невинности, стремиться, скажем так, быть первым у своей жертвы, педофил. И стремиться, опять же, непоношенное тело какое-то трахнуть. Стремиться дать какие-то ощущения и получить какие-то особенные ощущения. Плюс, опять же, у детей, у них тело более такое, это, ну, особое, но что ли, какое-то более милое, более такое детское, как-то так. Так вот, почему становятся педофилами? Это сексуальное влечение. Естественно, существует и расстройство такой педофилии. Кроме того, я хочу сказать, что сексуальное влечение, оно в древности, как бы, педофилии не было. Потому что это было нормальный возраст, там, 13 лет для девочки, выходить там замуж и так далее. То есть, а сейчас это вот, типа, считается покаранием, потому что, ненормальным, потому что это вредно для самого человека. И сейчас мы больше заботимся о здоровье. Потому что мы дольше живем, потому что мы стали умнее, у нас лучше медицина стала и так далее. Но в мозгу, то есть, вот эта вот девиация в генах, в мозгу и так далее, она сохранилась с тех времен. И вообще она никуда и не исчезала. И, следовательно, педофилия – это природное явление, хотя и опасное. И поэтому это не значит, что за него не нужно наказывать. Это как вот маньяки. Знаете, серийные убийцы, они тоже, может быть, естественно, у них влечение к убийству. Но это же не значит, что их не нужно садить в тюрьму. Потому что мы-то умирать не хочем, и вообще это опасно для нас. Дальше. Наставническая любовь. То есть, знаете, там педофилия. Педофил, он не всегда в подворотне ждет тебя, чтобы выебать сад. Он может окучивать, он может соблазнять. Он или она, даже женщины бывают. То есть, она как заботливая мама. А потом свою широкую пиздень на тебя будет это нагромождать и так далее. И, в общем-то, вот так вот они и действуют. В принципе, могут быть разные. Это не чисто такое плохое чувство педофильское. Поэтому давайте перейдем дальше. Мотивы педофилов. Бояль предательства, измены, низкая самооценка. Желание быть запомненным. Как я уже сказал. Педофилия появилась и расцвела после начала урбанизации и разрушения института семьи. В древности у женщины не было прав. Все были религиозными, живя в селах. Все друг друга знали. Создавали пары на всю жизнь. Женили детей, родители по расчету в раннем возрасте. Поэтому все то, что ищут педофилы, у них тогда было. То есть, педофил, он мог получить свою 13-летнюю девочку. Пусть даже и одну. Ну, хотя там, по-моему, вообще уж в какой-то супер древности. Он мог получить и много 13-летних девочек, потому что, как бы, там вообще старейшина всех девственниц лишал девственности, например. То есть, представьте. Или же там аристократ мог вообще любую девку получить, вне зависимости от возраста и чего-либо еще. То есть, мог чужую девку там лишить девственности. И наоборот, за это люди радовались. То есть, о, она, короче, почувствовала хер этого божественного человека, который в дворце живет. А потом еще, может, им подарок за это подарят. Типа, если она ему понравится в сексе. Ну, короче, вот такая вот хрень. Поэтому педофилия – это природно, это пережиток прошлого, то есть, часть традиций. Так что традиционалисты, несомненно, я думаю, будут выступать за педофилию. Значит, и это, тем не менее, вредное явление для современного общества. Значит, дальше. Если человек стремится к близости, то он становится гомосексуалистом. То есть, здесь мы стремимся к невинности, здесь же мы стремимся к близости, к особой близости. Вот знаете, многие не понимают женщин. То есть, если ты не понимаешь женщины, но ты понимаешь любовь под какой-то, скажем так, такой вот платонической близости. То есть, если ты подбираешь себе, например, женщину, пытаешься найти, которая была бы на тебя похожа. То есть, чтобы она увлекалась там автомобилями, там компьютерными играми, всем остальным. И при этом, чтобы она была красивая или еще что-то. То ты частично вот гомосексуален. Ну, в том плане, что зачастую как раз таки думают как мужчины и увлекаются тем, чем увлекаются мужчины, другие мужчины. И, следовательно, если у тебя при том, что ты ищешь себе близкую душу, но при этом тебя не смущает член у этой души и тебя не смущает, например, волосатый зад, то ты можешь стать спокойненько себе гомосексуалистом. Ну, естественно, есть часть от этого в гомосексуализме, есть часть генетического и есть часть социального. Поэтому есть чистые гомосексуалисты, у которых, как я сказал, не стоит, как я говорил в прошлых роликах. У меня есть ролики о гомосексуализме и о других вещах. Значит, если человек стремится к близости, он становится гомосексуалистом. Теперь, какие есть стадии гомосексуализма? Дружелюбный. Это к таким дружелюбным гомосексуалистам относятся всякие любители футбола, надрочить свой хуй в раздевалке и хвастаться размерами перед другими мужиками. Качки всякие, которые хвастаются бицепсами, там, дают потрогать и так далее. Всякие модники, которые кичатся о своем внешнем виде, о том, что о них подумают другие и так далее. То есть, это все способствует гомосексуализму, несомненно. Любители футбола – это чуваки, которые, собственно, особо близкие со своими друзьями. Плюс они пьют пиво, пиво содержит женские гормоны, хотя это с гомосексуализмом напрямую и не связано. Но, тем не менее, если ты очень продуктивно дружишь со своими футбольными товарищами и употребляешь женские гормоны, то рано или поздно тебе захочется секса, наверное, с ними. Так что такое вполне себе может быть. Дальше. Бисексуал – это следующая ступень гомосексуализма, гомосексуальности. Может любить женщин, но возбуждать могут оба пола. Или наоборот. Может любить мужчин, но возбуждают оба пола. То есть, ну, вы поняли. И с теми, и с другими, и он ничего против этого не имеет. Дальше. Любитель трансвеститов, транссексуалов, вы поняли. Любит феминность, но член не мешает. Бисексуал. То есть, это бисексуал, но который больше феминность предпочитает. То есть, как бы члены, член его не смущает, но вот если бы женщина его, типа, если не волосатая, если сиськи есть, если выглядит как женщина, но есть член, то это не смущает. С другой стороны, у бисексуала не так. То есть, его не смущают мужчины. То есть, ему не важно, волосатая или нет. Ему не важно, наличествует ли член или нет. То есть, вы поняли. Бисексуал любит и феминность, и маскулинность. Любитель трансов любит только феминность. Потому что транссексуалы, они феминные. Ну, или если женщина любитель транссексуалов, то любит, наоборот, маскулинность. Но при этом не смущает, что у ее мужика пизда. Ну, это довольно странно, но тем не менее. Дальше. Гомосексуалист. Собственно, самое простое. Я мужчина, и я люблю мужчин. В любой роли. Не люблю женщин, что странно. Потому что я вроде бы мужчина. Мы же созданы друг для друга с женщинами. Но я их не люблю. Дальше. Значит, описание гомосексуальности. Ищет близости. Если у тебя есть пиписка, и у твоей девушки она тоже есть, то вы ближе друг к другу. Можете поговорить об этом. О близости и о том, какие у вас пиписки. Также в случае с мужчинами, анальный секс вроде приятнее для пассива, чем традиционный. Но я не проверял. На личном опыте. Дальше. На самом деле, удовольствие от анала зависит как от конкретного строения тела, так и от предпочтений самого человека. Так что, не факт, что для вас будет анальный секс, если вы мужчина, приятнее, чем если традиционный. А проверять, как это... Ну, я ж не проверял, поэтому сами проверяйте, если интересно. Значит, если человек стремится к идеальному партнеру, то он становится куклоёбом. В той или иной форме. Значит, стремление к идеалу. Значит, мотивы этого, это поиск идеала. Без родинок на теле, без месячных, с хорошим характером и так далее, и тому подобное. То есть, вот это вот такая вот девиация. Поиск идеала в нашем неидеальном мире. Значит, первая степень, это любитель накрашенных девушек. То есть, любитель девушек, которые неестественные, которые... Не обязательно, типа, если ты любишь просто опрятную девушку, ни грязнулю, ни какую-то, у которой, короче, пизда селёдкой воняет, то это не считается, что ты вот любитель накрашенных девушек. Именно тех девушек, которые любят салоны красоты, которые именно вот такие вот... Искусственная у них красота. Они естественные. Вот если вы любитель таких, то, значит, ты куклоёб начинающий. Тут на два типа они делятся. Клупый человек, который ведётся на инстинкты. То есть, первый вариант, почему человек, мужчина любит, например, накрашенных девушек, это потому, что он хочет понтоваться своей девушкой, показывать, что вот она, какая она крашена, вы посмотрите, у вас не такие и так далее. И вы не можете себе таких позволить, потому что она на косметику больше вашей зарплаты тратит и так далее. Значит, и любитель понтовый покрасоваться своей девушкой перед остальными. А вот этот вот глупый человек, который ведётся на инстинкт, это, кстати, немного другое. Я хоть и приписал это как раз второе к этому, но это немножко другое. Ведётся на инстинкт, и это значит, что он именно ведётся на внешнюю красоту. То есть, он смотрит в девушке не на то, что у неё внутри, что она умеет, что она знает, есть ли у неё какая-то идеология, есть ли у неё личность и так далее. А он ведётся именно на инстинкт, что увидел, на что встал член сильнее, то и выбираю, все дела. То есть, вот такие вот бодоланы. Значит, второй, вторая ступень после любителя накрашенных девушек, это любитель хентая. Человек, которому не важен факт секса с объектом воздыхания. Вот так вот, вот и всё. То есть, это единственное определение для любителя хентая и, в принципе, анимационного порно. То есть, как бы там, как и в эмоциях, понимаете, аниме, оно выражает эмоции человеческие, путём увеличения глаз, какой-то анимации лица персонажей, ещё чего-то. То есть, это может быть прикольным. Те, кому не хватало любви в детстве, они потом в итоге любят смотреть аниме. И не обязательно это должно быть, но, тем не менее, часто это так и бывает. То же самое с хентаем. Хентай – это тот, кто хочет как бы секса, но ему не хочется, типа, этого, чего-то реального. То есть, ему хочется гипертрофированная сперма кругом, там, чтобы гигантские хуи трахали там няшных анимешных девочек или там, мало ли, вообще поней каких-нибудь, другие пони, чтобы трахали и так далее. То есть, он на вот это вот дрочит. Ну, я не буду говорить, я как бы за сексуальное раскрепощение, однако, как вы понимаете, такой человек, он вряд ли, ну, во-первых, получит секс с объектом своего воздыхания, во-вторых, как бы, у него может перестать стоять на обычных девушек, и вообще вот с высокой вероятностью он не оставит потомства. Поэтому увлекаться этим не стоит, тем не менее. Ну, это вторая стадия куклоебства. Значит, третья, последняя стадия – это любитель секс-кукол. Эти куклы могут быть как докимакурой какой-то, со встроенной пиздой, короче, так и какой-то полноценной куклой по типу Барби. И есть даже симптом, который на генетическом уровне, на уровне инстинктов заставляет людей любить именно кукол, а не живых женщин. Но, если честно, вот от кукол я вообще коробит меня. Насчет же этих 2D-тян, ну, блин, это тоже херня полная. Я вообще, я сапиосексуал. Это тоже девиация, но это все-таки… Мы ее здесь рассматривать не будем. Значит, или роботов, то есть любитель секс-кукол или роботов. Рафинированная модель женщины. Есть и физическая идеальность, которую, к тому же, можно настраивать. И психику можно переписать программно. То есть ты сам создаешь личность своей девушки. Это, на самом-то деле, очень заманчиво даже для меня. На самом-то деле, я бы запросто, вот, если бы были дешевые секс-куколы с искусственным интеллектом каким-то, то я бы себе такую завел. Ну, даже не секс-куколу, а просто какую-то вот девушку такую, которая бы была просто вот служанкой, которую бы я уважал, она бы меня уважала, она бы мне помогала. Я бы там с ней пытался как-то общаться, но это зависит от ее искусственного интеллекта. И, в принципе, что мешает, имея такую девушку, потом найти реальную девушку и завести с ней, например, детей? И так далее. То есть эта же девушка, она не будет ревновать? Ну, если в нее не запрограммировали это. А ты будешь ей не программировать, чтобы она к тебе ревновала, то есть тебя к другим девушкам. То есть представь, ты можешь удовлетворять свой секс, она тебе помогает, она всегда ласковая и так далее. При этом, если ты захочешь детей, ты можешь сойтись с такой же девушкой, у которой есть такой вот виртуальный робо-парень. И вы можете создать ребенка и потом воспитывать его как-то. Например, передавать друг к другу, там, неделю пожил у одного родителя, неделю ребенок у другого, и всем хорошо. На самом-то деле, я думаю, семьи будут в будущем такими, то есть когда феминизма будет меньше и всякого другого дерьма, то люди будут толерантны к друг другу и будут воспитывать детей вместе, но как бы отдельно. То есть ребенок будет видеть и отца, и мать, воспитывать будет и отец, и мать, но при этом отец и мать будут между собой не так тесно связаны, и не будут ругаться и так далее. Из-за того, что у них будут вторые половинки, не только, ну, вы поняли, роботы. Ну, то есть вот такие вот девиации я рассмотрел, три вида. И самое главное, что как бы я приписал, казалось бы, вот эти вот вещи, на самом-то деле большинство из этих вещей, они большинству людей, по крайней мере, старого поколения, ну, или вот моего поколения, там где-то 25-26 лет, они противны. То есть педофилов многие не любят. Гомосексуальность, то есть гомосексуалистов, каких-то транссексуалистов, транссексуалов и так далее, любителей дрочить на кукол, любителей хентая, любителей там просто гомосексуалов, то есть всех этих людей не любят. Но если рассмотреть причину всего этого, психологическую, возможную причину, не обязательно она единственная причина, не обязательно она, это, приводит именно к гомосексуальности. Ты можешь быть дружелюбным, ты можешь с футболистами сидеть, но не быть гомосексуалистом, а можешь быть скрытным гомосексуалистом, но ты маскируешь это под свою любовь футбола. Но, в общем-то, мы рассмотрели причины этого. То есть стремление к невинности, казалось бы, ну, казалось бы, все, все мечтали о такой невинной, непорочной тяночке в детстве, что вы вот влюбитесь с первого взгляда, вы будете оба девственниками, и, короче, вы будете это делать. Так вот, если эта мечта переходит в сознательный возраст, возраст, там, например, 3-40 лет, то получается, что какой-нибудь 40-летний дядька клеится к маленькой 13-летней девочке, потому что у него такие представления об идеале. У него стоит именно на таких девочек. Он именно вспоминает это свое детство, собственно. Значит, опять же, если ты в детстве представлял себе свою вторую половинку как отражением тебя, то есть, что вы все вместе занимаетесь, вы постоянно проводите время вместе, вы, короче, всем делитесь друг с другом и так далее, то, естественно, такая близость, возможно, более вероятно с лицом твоего же пола, а не с лицом противоположного пола. Потому что психология мужчины и женщины сильно отличается, не говоря уже о всяких возможных совпадениях в пристрастиях и так далее, и тому подобное. Следовательно, вот стремление к близости и к отражении себя в своем сексуальном партнере или там в своей любви, она ведет к гомосексуализму, к гомосексуальности. Стремление же к идеальному партнеру, к идеалу какому-то, чтобы, типа, пизда не воняло, чтобы это, характер был идеальный, чтобы голова никогда не болела, и чтобы можно было фактически менять полы и органы, чтобы ощущения разные получать и так далее, чтобы там пизда с вибратором была и так далее, чтобы смазка всегда текала и запах был разный и так далее. То есть все это можно получить только становясь, то есть любя кукол, то есть любя женщину, которую ты сам можешь настроить или же которую кто-то нарисовал, то есть что-то гипертрофированное. Вот такая вот у меня деконструкция сексуальных девиаций. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, если она вам понравилась. Всем пока-пока.